Прибыли мы на место, на пожар. В момент прибытия первое, что было слышно, это крики о помощи с верхних этажей здания. Возгорание на улице Совхозной 4 началось глубокой ночью. Отряд Химспаса во главе со старшим сменой Дмитрием Кололеевым получил вызов на место ЧП около двух часов после полуночи. У подъезда уже стоял пожарный расчет. Из окон 14 этажа валили клубы черного дыма. В квартире находились пенсионеры, мужчина и женщина. Лифты были отключены, так что спасатели побежали на 14 этаж по лестнице на помощь пожарным. На момент прибытия мы встретились, сюда войти не смогли, была уже высокая температура, дым. Как оказалось, дверь, за которой полыхал огонь, спасатели МЧС открыть не могли. В противопожарном водопроводе на этаже не оказалось воды. Он был укомплектован, как видно, полностью. Был рукав в нем, но по каким-то причинам на этаже не было, наверное, воды. Ну и плюс это уже зона возгорания была. Вламывать дверь в горящее помещение без мощной водяной завесы чревато резким воспламенением из-за притока воздуха. Поэтому попасть в квартиру можно было только через окна, откуда доносились крики. С помощью автолестницы спасатели эвакуировали женщину. Затем Дмитрий Клалеев вместе с пожарным снова поднялись на 14 этаж. Задачей сотрудника МЧС было управлять подачей воды. Дмитрий же отправился с рукавом в эпицентр пожара искать второго жильца. По каким-то причинам он отбежал от окна и спрятался в глубине квартиры. Пока часть спасателей находилась снаружи, внутри Дмитрий боролся с огнем. Когда дверь распахнулась, перед пожарными оказалась вот такая полутораметровая гора мусора. По ней Дмитрию приходилось карабкаться, чтобы бороться с огнем. За много лет хозяин квартиры превратил свое жилище в настоящую помойку. Тащил домой все, что находил в мусорных баках. Электричества в квартире не было, так что пенсионер ходил в темноте со свечой. Скорее всего, это и стало причиной возгорания. Среди горы Барахла он и нашел свою смерть в считанные секунды, отравившись угарным газом в ванной комнате. Я локализовал внутри возгорание там в квартире, ликвидировал его и после чего вышел уже в общий коридор. Здесь мы встретились с остальными участниками пожаротушения и проследовали в квартиру напротив, где еще были обнаружены на балконе двое детей со взрослым и также были и оттуда спасены, эвакуированы, выведены на чистый воздух. Всего спасатели вывели из дома 16 жильцов, в том числе семерых детей. Жители верхних этажей уже вернулись в квартиры. Юлию Хохлову пожар застал во время сна. А вот с 14 этажа, где полыхало пламя, люди разъехались по родственникам. Здесь стоит невыносимый запах гари. Нам удалось застать хозяйку сгоревшей квартиры, которую успели эвакуировать из окна. А почему он встал? Я не хочу. Я хочу с вами разговаривать, вот с вами. Хорошо. Давайте со мной. Вот я пришла, чтобы ее разобрать. Виновник его нет. Мы не могу спрашивали. Это он все сделал. Это больной человек. Как же вы с ним живете? Я жила почти сирена у дочери. Жить было невозможно. Вот сейчас я пришла, чтобы привезти квартиру в порядок. Коммунальные службы пообещали навести порядок в подъезде. Уже восстановили электричество на этаже. Кто будет компенсировать ущерб жильцам с нижних этажей, которых залили водой при тушении, определит следствие и решит суд. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Служба новостей. Дмитрий Бочаров, Служба новостей.